я как-то немного приболел прилично ходить больным на работу поэтому поэтому сегодня онлайн и надеюсь на следующий раз уже а нет следующий раз следующий раз точно все будет оффлайн как почти точно потому что начиная со следующего раза со следующего раза и наверное в течение месяца но вообще-то может поменьше как пойдет и лекции будет вести саша скрипченко себя хорошо давайте давайте продолжим мне нормально слышно не нужно делать тише и громче хорошо слышно если слишком хорошо так это 4 что ли лекции давайте просто напишу напомните пожалуйста на чем мы остановились в прошлый раз мы закончили со стахастическими матрицами правильно нам среднее утверждение было что если обе матрицы стопатически хорошо давайте на таком сюжете поговорим это последний абстрактный сюжет перед началом разговора о различных примерах марковских цепей ну то есть сейчас мы говорим об этом потом поговорим о примерах марковских цепей и в следующий раз видимо саша начнет начнет говорить о центральном объекте во всей этой науке стационарного распределения о том что происходит когда время время среди бесконечности значит но сейчас вот вот о чем значит марковская марковская цепь займ-чагов сейчас мы с вами готовим подробную аккуратную базу для того чтобы потом мать работать с марковскими цепями с комфортом и удобством лима какой номер лимон подскажите 9 9 10 может быть что и 9 смотрите пусть у нас с вами есть какая-то марковская цепь и один кси 2 и так далее это однородная 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 значит напомню что переходные вероятности не зависит от времени однородная марковская цепь с матрицей с матрицей переходных вероятностей напомню что я ее обычно вот так вот сокращаю на сейчас я про это забыл поэтому пришлось полностью мтв значит п назвать марк маму матриц переходных вероятности естественно то же самое что что переходные вероятности что определяет наш марковскую цель значит тогда тогда рассмотрим вот такую последовательность случайных величин кси 0 варите кси м потом кси 2 м то есть я пропускаю пропускаю н шагов я смотрю что происходит с моей лягушкой не на каждом шаге а на каждом н там шаги так вот оказывается что эта штука что в общем-то совсем не удивительно это тоже марковская цепь марковская цепь с матрицей переходных вероятностей какой какой незамысловато утверждением очень очень полезно доказательства доказательства так а вот прежде чем прежде чем перейти непосредственно к доказательству я такое утверждение отдельно сформулирую это как совершенно тревяльщина но но опыт показал что эта форма у людей там иногда вызывает какие-то какое-то небольшое удивление поэтому я ее отдельно пусть у нас есть набор квадратных матриц квадратные матрицы одинакового размера размеры были согласованы но для моего случая для него что вы не были квадратные для моего случая достаточно смотреть на квадратные значит тогда я вот что хочу делать смотрите это это первый первый семестр первого курса наверно значит я хочу этим адрес все перемножить так хочу их все перемножить вы не все но там н штук хочу перемножить значит не посмотреть какие будут элементы у итоговой матрицы тогда но как делать это так собственно делалось это сумма по l1 так последний кто будет n минус 1 то наверное ln минус 1 значит да но матрица а и то я предполагаю что ее элементы имеют вот такой вид значит мы поставим сверху индекс и к н вот такие элементы тогда здесь значит а1 и l1 умножить на а2 и а2 l1 l2 на а3 l2 l3 но но и так далее и последним номером будет а ln минус 1 значит и вот здесь уже нужно ставить соответственно вот это вот g то куда мы идем и это потенки матрицы так это не вызывает удивление да собственно понятно что если матрица 2 то это просто просто форма умножения матрицы а если матрица больше 2 то это индукция так это конечно будет доказывать значит вот такое утверждение хорошо а теперь собственно что нам будет нужно для того чтобы доказать лему 9 мы просто проверим проверим выполняется ли определение 2 для нашей потенциальной марковской цепи два определения первое определение чрезусловной вероятности а второе определение такое где мы просто считали вероятность какого-то конкретного пути таким образом нам нужно просто-напросто вычислить вот такую вот вероятность для каких-нибудь точнее говорят для произвольных и 0 и 2 м ну и так далее там каких-нибудь дальше и дальше до катого да то есть до к н и к н вот такую вероятность вычислить для произвольных значит 0 и так далее к н который лежат в нашем пространстве состоянии множество состояния что одно и то же так на что вычислил смотрите как такая вероятность можно считать если предложение ребята разумные мы вот совсем такие вероятности мы их значит смотрите что мы умеем читать мы умеем считать вероятность вероятность путей не такого фасона а вероятность путей где так сказать путь полностью до конца сфиксирован тут зафиксирована только точки точки на каждый каждые едем и момент времени дамо от времени 0 0 момент времени вовремя 2 им а мы умеем считать все таки вероятность не такого фасона путей а вот такого фасона путей значит где зафиксирован текса путь полностью к си 2 рано и 2 и так далее xn равно н н н плюс 1 равно н плюс 1 в общем и так далее и так далее до до конца но вот такие вероятности мы умеем считать это как раз как раз есть определение второе марковской цепи ну а чтобы получить из вот такого пути вот так вот из таких путей вот такой путь то нужно просто перебрать всевозможные вот такие пути которые проходят через точки и 0 и н н н и так далее и к н таким образом нужно здесь просто просуммировать по и 1 и n минус 1 дальше и n плюс 1 и чё там 2n минус 1 и так далее и так далее и в конце там будет и к к минус 1 н плюс 1 и вот тогда и дальше и к н нему садим вот так так но эта история история записывать следующим образом суммирование по тому же самого начальное распределение начальное распределение его компонент номер 0 умножить на вероятность перехода так сейчас вот сейчас я сейчас я сейчас я немножко на секундочку отвлекусь потому что я напомню напомню обозначение вот здесь вот я их напомню здесь не хватит места смотрите что если у нас матрица переходных вероятностей то есть если марковская цепь однородно то мы обозначаем вот так вот вот обычного переходной вероятности обозначаем вот так как ты и же из и же значит где и же это состояние это состояние а к это момент времени так но так как у нас теперь от к ничего не зависит то мы в этом случае упрощаем обозначение и пишем вместо скобок просто два нижних индекса вот этих и же вот это вот такое такое обозначение переходных вероятности когда-то про него уже говорил мы сейчас повторяю здесь у нас все однородно поэтому поэтому я буду пользоваться этим обозначением значит далее на вероятность и 12 и так далее на вероятность господи чё там и n минус 1 н так формулы длинными что-то делаешь потом умножить все это дело все это дело на вероятность и и н минус 1 1 часто нужно писать писать вот здесь вот в индексе значит п и н плюс 1 и н плюс 2 p и 2 н минус 1 и 2 н ну и так далее и так далее так смотрите что происходит когда мы суммируем вот по этим индексом от индексом и 1 и n минус 1 вот этого блока индекса них вот этого блока индексов от них зависит только первая строчка варе формула так вот она по блоку индексов зависит только вторая строчка в этой форме ну и так далее значит поэтому поэтому мы можем соответствующие суммы внести вот соответствующие строчки этого произведениях и в итоге что есть получится итоге вот здесь он будет написана ровно ровно то что лезь написано роутера своего 10 Mexico так только при этом ответ с приходом вероятностей что отличный перехода к вероятности 200 действительно годин можно два и так далее 1 а здесь просто видел в этой Rebecca daytime of theņuts вот собственно в итоге мы получаем тем самым и 0 0 умножить на матрицу переходных вероятностей значит в степени n ее элемент номер и 0 и значит вот не 0 и 0 и дальше вторым номером будет аналогичная штука только здесь теперь от и 2n и 2n ну и так далее и последним номером будет степени n и у него элемент номер и к н минус 1 и к н вот так собственно что и требует доказать потому что мы показали что для любого для любого пути для вероятность того что наша так сказать потенциальная марковская цепь проходит этот путь записывается ну вот в том виде который который нужен чтобы 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 это последовательность величина марковскую цепь с матрицей переходных с переходными вероятностями вот такими вот вот такими вот но это значит точность что матрица переходных вероятностей это есть матрица переходных вероятностей разведенная последнем индексе наверно не не к н минус 1 а к минус 1 умножить на и да 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 спасибо точно правильно это правда так все в общем то весьма весьма незамысловато так чего чего дальше дальше а может я хочу сказать дальше дальше мы так немножко поговорим что это дело что это дело влечет как было было лима 9 следствие 10 значит смотрите следствие такое вероятность того что ксен равно и при условии того что ксеной равно жизнь вот есть нас марковская цель и мы умеем считать хорошо какие вот переходные вероятности когда есть написано 110 это просто 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 будет переходная вероятность определение переходная вероятность а вот если здесь н а здесь ну то что это ну туда смотрите почему значит если у меня есть марковская цепь если есть марковская цепь давайте чтобы не начать нарисовать нарисовать марковская цепь пусть она будет не все пусть она будет зато тогда по определение марковской цепи переходная вероятность из жив и и это есть просто вот это вот условная вероятность так ну а теперь мы знаем что что ксеной ксен кси 2 и так далее это тоже марковская цепь так это автоматически означает что вот такая вот условная вероятность только первые первые состояния теперь теперь вот такой вот вот она значит что переходная вероятность собственно собственно 1 приход на вероятность и вот такие поэтому условно вероятность записываться вот так она сейчас на естественно как цепь и народно то то же самое что кси к н равно и при условии кси к минус 1 н равно же так это не вызывает никаких сомнений эта вещь понятно вроде так ну очень хорошо да значит теперь давайте теперь некая смотрите мы сейчас из такой вроде бы довольно данной вещи будем избегать средстве которые сначала могут показаться немножко технологическими но но вообще-то потом замечаешь что начинаешь их начинаешь их часто часто применять вот это одно следствие следующее даже не знаю называть это следствием или нет или назвать это каким словом типа обсуждения потому что там не будет аккуратно утверждением давайте давайте все-таки назову это дело следствием смотрите пусть уместительность марковская цепь и кси 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 0 ну как обычно акси 1 кси 2 и так далее однородная однородная ну и как и предыдущем следствии все однородно однородно и нас интересует значит как всегда нас интересует что-нибудь вот такое это вероятность того что там все равно 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 и так значит но мы это делать умеем мы делать умеем как мы читаем берем 0 берем и ты компоненты этого вектора ну это хорошо но давайте теперь запишем по-другому хорошо давайте теперь теперь запишем запишем это дело по-другому вот возьмем с вами значит новых марковских цепей столько сколько у нас состояний значит смотрите вот это катая это катая а вот здесь вот я поставлю верхний индекс жим значит к натуральная это будет марковская цепь так марковская цепь значит а жи жи принадлежит нашему множеству состояния то есть для каждого множества состояния я рассматриваю новую марковскую цепь такую что ее матрица переходных вероятностей совпадает с матрица переходных вероятностей исходной цепи p но при этом отличается только начальное распределение значит 0 житое я вот здесь нарисую это что-то что относится к эти вот это это же точно это житая значит она и живы есть одно и то же она равно единице п 0 это это житая равно нулух соответственно при и отличного джи то есть что это такое смотрите вот у меня марковская цепь моя она там скачет состоянием 1 2 3 4 5 8 10 и она с какой-то вероятностью п 0 где п 0 это вот вот относится к си без верхнего индекса п 0 относится к си она с вероятностью п 0 1 она начинает она начинает состояние 1 с вероятностью п 0 2 она начинает состояние 2 с вероятностью п 0 3 она начинает состояние 3 а теперь теперь говорю другое я говорю что нет стоп я рассматриваю такую же марковскую цепь только теперь пусть начальное распределение и другое она она например например я с вероятностью единицы начинаю состояние 1 но для марковской цепи это k2 я с вероятностью единицы начинаю состоянии 2 ну и так далее вот мы заметим следующее заметим что сейчас я хочу сказать я хочу сказать что вот эта вероятность того что ксентое равно и там что это такое это 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 компонента нашего распределения для марковских иксиент и значит его так вам записать по формуле полной вероятности это есть вероятность формула вероятности это из того что ксентое равно и при условии того что ксентое равно g и умножить на вероятность того что ксентое равно g это начальное распределение его житая компонента ну и сумму по всем же нужно провести так вот а вот это вот что такое что вот это такое вот эта вещь по значит следствию предыдущему последствия 10 это есть матрица переходных вероятностей в степени n ее же это компонента так но но смотрите матрица переходных вероятностей она у нас одна и та же и на нашу исходную марковскую цепь ксенто и на марковской цепи вот эти вот новые где я поменял поменял начальное распределение поэтому вот эта вот история она просто-напросто равна распределению в момент времени n его этой компонента цепи это житая вот так вот видите что это такое это определение вероятность того что это житая это житая это равно и так то что цель которая стартует в житом состоянии в житом состоянии момент времени м она значит это это тайм равнома это значит то и равным что она кажусь о playlist это такая вероятность почему это так почему почему вот эта вот вещь показывается равно вот этому просто потому что смотрите потому что действительно вот это вот распределение вот это распределение пнт так это вот это житая радуется фиабандура который написал так что она есть как она получается можно взять начальное распределение начальное распределение цепи это житая умножить на ее матриц переходных вероятностей за ряд шагов а это есть по степени то что надо перебирать на себя на все и взять этой компоненту этого вектора вот смотрите но 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 начальное распределение как устроен начальное распределение но оно такое что с вероятность единицы мы сидим в состоянии же поэтому здесь здесь значит вектор у которого все нули и 1 единичка и 1 единичка здесь такой вектор 0 0 и так далее значит единичка это на житой позиции это значит что что мы оставляем житую строку от этой от этой матрицы правильно тем самым получается что эта штука равна п.н. вот смотрите действительно то есть что что получилось что с одной стороны что собирать вместе когда я считал вероятность того что моя исходная цепи состоянии и по форме полной вероятности написал по таком виде так беря условия на то что в начальном момент времени мы сидим в состоянии же и суммируя по всем состоянии музыки значит но вот эта вот история благодаря вот этой технике с марковской пиздец шагов мы мы заметили что вот этого штуковина это есть просто переходная вероятность матрица перехода вероятности степени n и ну джи и три компонента вот этой штуки да с другой стороны замечаем что что это же вещь матрица перехода вероятности это есть просто вероятность того что цель цель которая начинает в состоянии же с вероятностью единица имеет ту же самую матрица переходных вероятностей оказывается в момент времени н в состоянии вот тем самым получается что 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 вот это вот самая вероятность которая нас интересует записываться таким образом это есть вероятность того что в момент времени и наше исходное цепь сидит в состоянии и и то есть сумма по всем состоянием вероятности того что цепь номер жи которая начинает состоянии же слип момент времени в состоянии и да еще и нужно умножить на жидкую компонент начального распределения то есть смотрите что это получается что это означает это означает что вместо того чтобы нам изучать нашу цепь с каким-то начальным распределением сложным мы можем просто изучить поведение цепей которые начинают с вероятностью единица в какой-нибудь в каком-нибудь в точке нашего нашего множества состояний то есть творите 9580 просто 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 замуж начальных распределения и сколько начальных распределения их континеновых так значит а если у нас например цепь со счетом casket с ограниченным числе и семья то тогда это значит что Mikita вот 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 это вот контин donors каждому начальном р magnific соответствует некоторая цель значит ну на самом деле вам не нужно конечно же изучать континум тебе и соответствующих различные начальными распределениями вам достаточно изучить только конечное число цепей число которых совпадает с количеством элементов вот в вашем вашем множестве x вашем в вашем множестве состояний и дальше все что вам нужно про вашу исходную цель вы сможете вот по этой формуле выразить из того вывод такой достаточно достаточно изучать цепи с начальными распределением вида 0 житое равно единице давайте давайте вот так житое и т равно дельта и житое житое для любого и и некоторого жи значит а вот это вот символ кранекера то есть это значит что еще раз в состоянии g мы сидим с вероятностью единица в состоянии и произвольном другом состоянии 0 с вероятностью 0 начинаем начинаем с конкретного состояния так как вы не забудетесь нет нормально понятно понятно некоторые некоторые вообще вообще-то это то что я объяснил это это очень такая интуитивно понятная вещь потому что смотрите просто просто смотрим на эту историю что я говорю я говорю здесь я считаю вероятность того что момент времени n я сижу в состоянии и при условии того что момент времени 0 если же в состоянии и жизнь ну так и хочется стать что это тоже самое что просто рассмотреть марковскую цепь которая собирает насти единицы начинает состоянии же хочется сказать вопрос а почему все-таки это тоже самое но здесь вот я объяснил аккуратно почему это же самое ну вот да значит вот давайте давайте так выливались по дороге вывел на самом хорошее следствие от этого траве что вот этой штуки вот этой штукой давайте мы даже отдельно на всякий случай зафиксируем где-то на арбисе давайте там следствие следствие 11 штрих потому что кусок того что это раньше смотрите вот это вероятность вероятность к 7 и в годах или и при условии того чтобы синониров на же они стоп-соп-соп-соп-соп-соп и кучу чем-то вот это уже раз уже собственно от этого ты стартования такого вот этого и стартовали вот он хотел участвовать так хорошо 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 таким образом мы поняли что действительно можно изучить значит если что то здесь еще да вот что еще есть еще есть следующее такое следствие мне почему-то откуда-то есть вспоминание что я я уже как-то говорил я вот плотно как я не мог говорить до того как я сказал все что все что было сказано выше так смотрите давайте вот такой объект ведем еще одно новое обозначение pn и и смотрите значит вот для действительно какой-то обилие букв п и всяких индексов что поделать вот вот эти вот штуки это есть компоненты вектора распределения момент времени н вот такого распределения вот это вот совсем другие штуки это будет просто просто по определению вот эта вот вещь матрица в степени н и житые и житые компоненты то есть какой смысл этого дела это есть вероятность вероятность перехода из состояния жизнь и состояние и в состоянии же за н шагов в частности в частности за один шаг это и есть просто наша наши переходные вероятности есть просмолить пифа на вероятность значит вот вот это вот вот эта вот слова вероятность перехода из п pleased же и за н шагов я их я и так что давали подробно объяснил как можно для всех трактовать это вещь можно трактовать с одной стороны как вот эта вот условно вероятность другой стороны можно ILY то рассматриваем р-ст metric которая начинает состояние и и с вероноси единица и значит смотрим какой вероятности и смотрим как у вероятности она через энд-шагов оказаться состояние Kong поэтому вот эти слова водяango slowly значит что правда у нас я следствие собственно собственно тривиальная переходная вероятность за импульска шагов равно сумме у всем альфа по всем состояниям переходной вероятности из альфа заняться но их он на вероятность из альфа вжи закрашиваю что это означает это означает вот что что вот у меня есть состояние и вот у меня есть я про это не говорил и сказали что докажется на следующей лекции а вот альфа смотрите значит я говорю вот что за n плюс к шагов как я могу попасть из и вжи за н плюс к шагов мне нужно за н шагов дойти куда-нибудь и заказ шагов дойти дойти от этого куда-нибудь которая называется альфа должен и по всем альфа нужно просуммировать вот доказательства доказательства привиальное просто что такое вот эти приезжие n плюс к вот стоит такая это часто тоже не житые компонента матрицы переходных вероятности так но матрица переходных вероятности на матриц перехода вероятности степени n плюс к но матриц перехода то есть на самом деле в этом утверждении ведь это автология визит автология но это автологии после того как вы ввели вот это определение но откуда вы взяли это определение чтобы получить вот это определение и чтобы снабдить чтобы понимать что тот объект который здесь написан это действительно вероятность перехода из и жизнь за н шагов нужно было проговорить все что было проговорено до этого вот такая такая вот здесь здесь с одной стороны замысловатая с другой стороны по смысле замысловатая логика здесь происходит что-то очень интуитивно понятная с одной стороны но с другой стороны когда вот ты говоришь слова вероятность перехода за 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 н шагов но если какой-то момент ты себе задаешь вопрос луки а чё это такое что это такое вероятность ухода за н шагов то надеюсь ты падаешь ступор и когда ты начинаешь дело распутывать пытаться понять что это такое где это было определенного ты приходишь вот потому что потому что здесь было написано вот данного следствия 12 это 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 сердце называется уравнение уравнение калмогорова чеплана кажется что что-то совершенно тривиальное а вот окажется что очень часто используется и она имеет аналоги для случая марковских теперь с континуальным множеством состояний и континуальным временем это уже называется марковские эти это марковские процессы случайные процессы там это заметно менее тривиальные вещи но но столь же столь же полезно вот эта вот логика что чтобы очевидно логика чтобы за это плюс к шагов попасть из и нужно значит за н шагов прийти куда-нибудь а потом за к шагов вот этого куда-нибудь дойти даже она оказывается чрезвычайно плодотворным можно еще раз каком агорова кого второе на уровне тех ну хорошо значит давайте теперь теперь пример маркси цепей какие-то примеры вы там уже видели домашних задачах надеюсь что вы решали до последней задачи как-то поздно к сожалению выложил но в следующий раз постараюсь делать более противно после лекции так вот смотрите первое первое о чем хочется поговорить на случайное блуждание случайно блуждание очень популярная модель значит простенькая смотрите на что происходит происходит это словами шопот мой брат вообще происходит следующее мы сидим с вами какой-нибудь точке на прямой например с точки 0 дальше мы бросаем монетку значит если у нас выпал орел мы идем направо ну и монетку на допустим неровная у нас там есть по это скажем орел какую-то скажем бежка кует решка а если у нас выпало решка мы идем налево ну и так далее то есть потом опять кидаем соответственно вот отсюда можно перейти с вероятностью направо можно вернуться с вероятностью налево вы вопрос как все это будет как все это будет работать здесь например вот такую задачу задача можно ставить называется задача разорения известная задача каком-то виде она у вас будет она у вас будет домашних на домашке какого-то простого видео в общем видео и на самом деле можно в любом учебнике посмотреть там симпатичная симпатичные доказательства но я боюсь что мы к сожалению этого этого не успеем сделать если что-то другое будем делать но задача такая что вот у вас есть два игрока у одного там есть есть x x рублей 2 есть и грек рублей и они вот вот в орлянку играют это значит что что дает монетку и вот если первый игрок значит вместо орел то то один выигрывает значит второе упасть рубль если вместо 2 игры это первое упасть рубль наоборот ну и соответственно что это значит может так интерпретировать сначала у одного x рублей 2 у игрек рублей мы сидим в нуле и вот когда когда вот этот друг которого игрек проигрывает мы как бы делаем прыжок на право проигрывает мы делаем прыжок на право а если мы допрыгали вот досюда в конце концов вода это значит что все что он разорился что у меня денег больше нет игра закончена проиграл ну и соответственно здесь можно задавать вопрос хорошо а если вот у вас есть вот такое вот вероятность выигрышей и проигрышей какой вероятности такой вероятностью какой игрок игрок вызовет первым и там сколько это времени сколько это время было занять чтобы выразить хорошо давайте тем не менее смотрите все таки пытаемся так научиться аккуратно обращаться со всеми этими системами что-то казалось бы очевидно что это марковская цель потому что то что происходит на следующем шаге действительно видно что зависит только того что от того где мы находимся сейчас то есть если я сижу вот в этой точке где мышка то не совершенно неважно как я в нее попал важно ли что что я могу отсюда уйти направо с вероятностью поэтому могу идти налево с вероятностью поэтому конечно же это марковская цель но тем не менее давайте мы по крайней мере один раз аккуратно аккуратно проверим что эта вещь это есть марковская цель потому что это все таки тоже тоже нужно уметь делать как как это что-то построить смотрите сначала давайте возьмем случайную величину ксеноль случайная величина ксеноль собственно это наше начальное положение ну и как вы обсудили в прошлый раз общественно достаточно предполагать что мы сидим с вероятностью единица в в какой-либо точке но но здесь не ограничивая обществе давайте давайте считать что случайная величина нет какой-то какое-то начальное распределение по 0 нам это совершенно нам это совершенно не помешает то есть можно по мне внулись это где еще сидеть значит и дальше у нас есть случайные величины это один это два это три случайные величины они независимы ну и это житое равно единицы с вероятностью п вот это понятно это 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 я так часто часто пишу это означает просто что вероятность того что лежит и равна единице равно п вероятность то что это жидко равна единице равно п смотрите и тогда тогда определим случайную величину ксиента вот так кси 0 плюс сумма g равна единице дн это житое ну и вот это вот последовательность случайных величин она и называется случайное блуждание это определение случайное блуждание смотрите почему это потому что потому что как вычисляет координаты того где мы с ним в интернет время но нужно сложить значит все все наши ходы направо и вычислить все наши ходы налево вот это провал то что есть написано еще прибавить наш начальное начальное состояние здесь 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 есть важное место важно место смотрите вот когда когда модель начинаешь аккуратно писать сразу влезает эти тонкости которые про которые у которой нужно понимать значит вот эти вот это житое они только не только независимые они еще кому же независимые от начального положения ксеноми такая общая история что если у вас есть какой-то марковский процесс марковская цепь то и вы ее строить вот подобным образом то всегда вот эти вот как ты должна быть его не зависит началась когда говорю независимо это конечно начать независимость совокупности все от всего действительно ну утверждение давайте утверждение 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 13 последовательность последовательность си 0 кси 1 и так далее образует образует марковскую цепь доказательства что нужно проверить нам нужно во что проверить что вероятность того что пациента равно и нт при условии того что си 1 равно и н минус первое и так далее кси 0 равно 0 сейчас первое определение пользуемся равна вероятности того что клиенты равно и нт при условии того что кси н минус первое равно и н минус первое вот это можно проверить смотрите собственно что сейчас я не сказал какие здесь переходные вероятности поэтому давайте давайте мы припишем это сюда с значит переходными давайте давайте вот так сделаем смотрите давайте мы просто кашлях марковская цепь а переходная вероятность на дороге хорошо ну собственно же начните переходной вероятности нужно посчитать нужно доказать что вот эти вот истории равны и нужно посчитать посчитать чему чему они равны это и будут переходной вероятности честно должна быть наверно для любого 0 когда не и н минус 1 но такого что вероятность вот этого условия отлично от нуля как вы помните да потому что брать условия на любой вероятность это плохо так ну чё просто считаем считаем смотрите что такое кси н то я так не час лик шурок что такое кси н то я кси н то я это есть ксим он плюс сумма а джи раму единицы да я не в другом лучше простите смотрите кси н то я как она из кси н минус 1 получается на получается из кси н минус 1 прибавлением это н того поэтому здесь написано просто кси н минус 1 плюс ктн при условии кси н минус 1 равно н минус 1 и направо переношу вот но вот эта вещь она чего равна смотрите это тнк она не зависит от всех предыдущих а вот эти вот друзья только от предыдущих это и зависит поэтому вот этого независимые события независимые события но это значит что условия можно опустить замечательно посчитали ну и соответственно чему это равно это равно п если и н т равно н минус 1 минус 1 идем налево ну и 0 в противном случае противном случае это можно так написать обзнать что модуль и н т минус 1 первое отлично а вот там и сказали то что вероятность того что это н равно и н минус 1 независимо от того что кси н минус 1 1 минус 1 0 равно и 0 мы это как модели смотрите вот эта вещь это условие на на кого это условие некоторое на случайные величины кси 0 это 1 и так далее это н минус 1 2 0 понятно а вот эти вот все кси они выражаются через этот и до номера n минус 1 вот по этой форму на а это некоторое событие которое выражается через это n то есть то что вы здесь вот написано вот это вот дело можно переговорить таким образом там что вот такой вот вектор это один и так далее это n минус 1 он принадлежит какому-то там множеству какому-то множеству а там где а и то есть под множество в множестве всех значений вот этих векторов то есть что такое у нас значит здесь есть это принимает целочисленные значения там за этой степени n потому что и в 10 штук суммарно а вот это вот условия она имеет вид это н то равно чему-то но вот этот вот вектор вот от этого вектора не зависит значит значит собственно собственно слой вам опустить понятно очень хорошо смотрите мы вычислили вот эту вещь ну дальше что нам остается сделать дальше нам нужно вот это брать здесь можно вопрос просто вот просто интересно допустим вас написано в а при условии бы запятается если бы и цену противоречитую то есть не пересекаются как это вообще можно как понимать такую запись не это бессмысленно потому что мы могут для этого для этого специально оговариваем специально оговариваем сейчас мышка вот вот это цель наговорю на все хорошо просто просто условно вероятность она не определена для событий нулевой вероятности но тоже бизнес на определение ну и формально но я при неопределенно потому что помнишь там знаменательной стойки так хорошо смотрите вероятность того что xn равно и я нам осталось посчитать в эту правую часть при условии того что xn минус 1 равно и он минус 1 так ну мы делаем все то же самое ровно все то же самое только у нас просто есть слове не такой длинный будет условия покороче но смотрите вы здесь на взаимодействие 7 минус 1 на всех станет нам было вообще наплевать поэтому вы просто дословно все это переписывая только записывая вместо этого длинного хвоста вот этот короткий хвост придем ровно к тому же самому сама не получается равно мы доказали то что хотели и по дороге еще нашли наши переходные вероятности давайте запишем эту матрицу переходных вероятностей до случайного воздания смотрите она получается такой вот симпатичный трех диагональный вот у нас вероятность перейти на право ку остаться в себе 0 нет на праву п а на релоку так значит матрица вот такой вот видами она во первых она бесконечная чем на бесконечные обе стороны и у неё значит на диагонали на диагонали стоят 0 и справа от диагонали п слева диагональ смотрите значит часто нас не интересует случайное блуждание на всей прямой часто нас интересует вот такая задача например как задача разорения здесь случайно блуждание смотрите нас не на всей прямой нас от точки х до точки и поэтому можно рассматривать другие модели можно рассматривать случайное блуждание вот здесь вот здесь счетное число состояний множество стояний просто у нас на диагонали стоят до нули только две диагонали на диагонали подбегали а то есть там что на самом первом строчке на самом последнем должны получиться по 0 и последней строчке что-то и дело потому что нужно право можно бесконечности все понятно вот как раз я в этом сейчас и говорю что вы видите здесь множество стояние тут целые числа вот теперь я поговорю о том о чем вы говорите случайное блуждание с ограниченными условиями случайно узнание граничным условиями вот такая история когда вы облуждаете не по всей прямой а вот у вас есть граница а дальше на границе что-то происходит вот например смотрите на цена в этой вероятности в очна с вероятностью все то же самое на границе можно придумать разные разные граничные словики вам хочется например если мы играем задача разорений на границе как бы все кончается нашла что кончается но можно считать что мы там остались то есть не сильно правильно если если человек человек разорился значит значит уже хуже быть не может то что в дом брать дом брать нельзя с другой стороны выйти он из этой ситуации и может потому что варлянку больше играть не может вот если так тоже такой что посмотрите вот здесь я замыкаю просто на себя с вероятностью единичка вот например для такой модели матриц переходных вероятностей будет устроена так что вы здесь вот опять есть вот это вот диагональ диагональ милей только у нее в конце будет единичка вот это вот это вот стрелочки вот отсюда сюда соответственно тоже нету потому что потому что вот ну и вот здесь а вот здесь все пока было купе 0 ну и тогда наверху все это все это дело идет 0 пк давайте для разнообразия другой граничные условия делаем скажем что вот этого другу такие почему-то есть какой-то шанс уйти отсюда например он может вот здесь например не единичная вероятность в себя перейти а там скажем вероятность альфа в действие у него будет один минус айфа но здесь вот и здесь вот и здесь вот и тогда на последней строчке и будет вероятность перейти в себя альфа вероятность пути на право 1 минус альфа вот так 0 п вот тогда случайный блуждание это забавная штука назвали на них на них довольно много чего сидит и мы очень любят заниматься потому что чайные блуждание можно рассматривать не только напрямой важно рассматривать например случайные блужданием решетки решетки вы как-то определяете вероятности перехода например например наверх с вероятностью p1 направо с вероятностью p2 с вероятностью p3 ну и вот сюда с вероятностью p4 понятно что их сумма должна быть равной единице смотрите что происходит можно рассматривать случайно блуждание на графах и там есть эти заводы вещи что что случайные воздания естественно очень сильно связано с геометрией скажем граф на котором мы которым вы живете есть такая задача перколяции она устроена примерно так что вот у вас есть граф он хитрый хитрый и вот узкое место это узкое место а число число узлов там скажем скажем может быть даже она наверно стремится бесконечности наверно так и вы вы интересуетесь вот как должна быть устроена какая-нибудь у вас есть такая вероятность которая которая задается движение движение по графу вот отсюда вот сюда чтобы это не значит это какой свойство вероятности перехода и вы интересно интересуетесь а вот такая вероятность что вывод стартует внизу дойдете сможете найти наверх и пройдет через это узкое место в этом такие забавные вещи там есть некоторые обычно критическое значение вот этой вероятности p которая ниже которого на вероятность 0 того что придется снизу доверху а вот выше это критическое значение или просто становится положительным в общем такие вот такие вот вещи есть если они будут да не то то что то модель которая нужно держать в голове так если какие-то вопросы по случайному воздания даже уже были какие-то значения случайного здания в основном означает про города и это тоже такой случайный блюдо не только на это один вот теперь будет пункт 2 модель гальтона ватсона содержательная история то есть там некоторые содержательные доказательства отвечает всех доказательств которые до сих пор поэтому я на сегодня не успею закончить на хоть что-то успею расставить еще это дело называется процесс рождение умирания рождения гибели собственно история такая ну такой товарищ товарищ франциск гальтон значит гальтон жить он жил 1980 1800 1822 до 11 11 и его окажем на вас следующий вопрос он был англичанин и и в англии наблюдался наблюдался процесс исчезновения аристократических имен но какой причине в какой причине и нам после фамилии какой причине фамилия может еще например если если у вас там семье все дети девочки а фамилия передается мужской линии этот момент значит фамилия исчезает и как-то как-то ему было интересно видимо этот процесс анализировать и собственно он поставил вопрос а вот 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 как то можно понять понять как это происходит или нет значит вакцин собственно этот вопрос ответил а потом нет делал вместе вместе развивали просто модель модель была такая у нас есть некоторая популяция популяция и си-н-то это есть число число индивидуумов в этом поколении этой популяции да ну конечно конечно собственно просто про аристократические на это не слишком интересный вопрос но просто потом выяснилось что что забегая вперед что эта модель как раз вопрос исчезновения аристократических имен значит она не очень хорошо описывает потому что имена могут исчезать то не только по причине по причине того что что у вас там все девочки родились ничего потому что потому что там или могут просто просто какой причине меняться но зато зато оказалось что что эта модель модель довольно хорошо описывает процесс передачи или хромосомы на собственно собственно мы что и хромосомы и в общем она стала весьма популярной идеологией не обязательно именно эта модель некоторые конечно конечно обычно используется будет развитие этой модели вот базовая базовая модель вот такая если вы погуглите процессы рождения гибели там есть много чего много много различных ареналов основа основана вот здесь так вот у нас есть ксиента это число индивидуумов в этом поколении и происходит следующее у нас то есть первое поколение вот . обозначается один индивидуум во сколько там есть после этого это первое поколение во втором поколении не будет один индивидуум мы считаем что все товарищи из первого поколения не померли но перед этим они размножились бактерии на самом деле на бактерии что делать бактерия начали вы помирает помирает до размножения вот такая бактерия на что она она дает 0 потом и вы бактерия делится тогда можно померла на 2 2 потом никого никого не породил при этом при этом закон такой что житые индивидуумы житые сейчас житые индивидуум рождает рождает это м жи потомков значит житые индивидуум из этого поколения то есть смотрите вот вот эта вот штука вот вот это вот 4 это значит первый индивидуум из нулевого поколения это это 01 потому что это первым индивидуум из нулевого поколения 3 это есть это 0 02 сейчас так и простите это и путь у меня верхний индекс это это номер индивидуума да вот этот первый индивидуум значит 4 это это 1 0 потому что номер поколения снизу а это второе индивидуума нулевого поколения значит это 0 2 равно 3 хорошо и тогда за консультом получается такой что 7 равно 0 7 плюс 1 равно кси н 1 1 плюс и так далее то есть парламент это н 1 плюс это н кси н смотрю а как мы номеруем людей в первом поколении ну не в нулевом а в первом поколении неважно неважно вот почему потому что потому что я надо сказать ключевую вещь я бы сказал бы конечно что вот эти случайные величины это независимые одинаково распределенные случайные величины а если нибудь например существует джитова потомка то что мы номеруем подряд подряд просто их номеруем как как нибудь номеруем подряд то есть смотрите что происходит собственно вот первый там потом и первый человек породил четырех и умер сам второй значит породил трех и умер третье не породил никого но мы их как-нибудь номеруем вот этих от одного до четырех вот эти значит от пяти до семи подряд да подряд а про то что если возьмем джей например равный миллион то это случайная величина в большинстве случаев будет равно нулю джей равно миллион нам нужно если смотрите нам сколько нужно джей нам нужно нам нужно джей не больше чем ксенол для второго поколения то есть вот она для 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 сейчас у меня номерация сбита потому что вот это вот нулевое поколение вот это первое поколение в любом поколении у меня всего всего индивидуума так первом поколении у меня кси один индивидуум значит вот этих вот джей мне нужно по числу индивидуума в данном поколении то есть для нулевого поколения мне нужно не больше, чем ксеноль j. А про то, что учитывает ли случайная величина тот факт, что j индивидуум может и не родиться? Нет, ей не важно, потому что случайных величин мы можем взять запасом, но дальше аккуратное определение наших случайных величин вот такое. То есть смотрите, что мы делаем? Мы берем какие-то случайные величины, это ng, которые все независимо одинаково распределены. И мы скажем, допустим, что n больше либо равно нуля, а g это всевозможные натуральные числа. То есть возьмем эти случайные величины с запасом. Взяли. А дальше мы определяем число индивидуумов в n плюс первом поколении вот по такому закону. Значит, интерпретация этого такая, что число индивидуумов из первого поколения получается из количества индивидуумов, которые породил первый человек из поколения номер n плюс количество индивидуумов, которые породил второй человек из поколения номер n и плюс количество индивидуумов, которые породил последний человек из поколения номер n ксиентом понятно как есть контакт так хорошо значит у вас будет дома такая задача я вас попрошу доказать что что вот эта вот штука задача показать что ксиента это марковская цепь ну и вычесть переходной вероятности вот для для случая бактерии когда когда у вас с вероятностью какой-то вероятности у вас 2 у вас 2 потомка с вероятностью скажем то есть вероятностью q у вас 0 потомок но показать что это марковская цепь собственно собственно это можно делать с полетую технику что вы использовали для случайного облаждания давайте собственно я закончу сегодняшнюю лекцию на том что теорему сформулирую теорему как это теорема какой-то номер не нужно присвоить это тема на 14 похоже потому что потому что ксиента вот всем плюс первое но от кого зависит она зависит от предыдущей жизни только через ксиента и потому что вот ксиен минус первого но не зависит уже никак я совсем неважно каким образом в предыдущем поколении получилось столько народу сколько там есть но вот сколько там народу есть вот этот ксиент и мне важно но опять же это связано с тем что все вот эти вот друзья они значит значит независимы далее конечно конечно еще нужно сказать что ксеноль тоже случайно и что они еще вот ксеноль они тоже тоже независимы тоже нужно нужно сказать скажи историю что его в случае случайно обновлений вот смотрите сейчас я вот задумался над одной деталью формулировки теоремы сейчас 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 дайте ко мне сообразить меня интересует теореме меня будет интересовать вероятность вымирания вероятность вымирания популяции то есть это вероятность чего вероятность того что существует n такое что ксиента равно нулю ну смотрите если если ксиенты оказалось равным нулю в какой-то момент ну дальше 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 процесс не продолжает потому что вот это вот молит начнута бродить никого не может иначе все последующие кси тоже коза ровную цикл от утверждения стоит в том что это вероятность она равна единице вот если что-то и она меньше единицы если что-то значит и здесь мы естественно естественно предполагаем что кси 0 кси 0 но хорошая вероятность то что кси 0 отлично от нуля на больше нуля потому что если у вас кси 0 уж равно нулю но тогда понятно что что все вымерли сразу же и но здесь вот это вот условия которые сюда нужно вписать это условия в терминах случайных величин это вот я вам предлагаю предлагаю чтобы вы предложили какие-то варианты как вы думаете чего чего нужно требовать от случайных величин это житая житая чтобы чтобы там мы когда-нибудь все умерли или чтобы мы может быть все-таки выжили правильно что умереть значит ну если если это житая по сложительной вероятности бывает равно нулю если это житая там отлично от нуля вероятность единицы да то есть никогда никогда не бывает такого чтобы чтобы кто-то не породил ни одного потомка но тогда мы не умрем никогда да это очевидно это очевидность поэтому естественно интересный случай когда это она может обратиться в ноль когда может быть такое что значит индивидуум никого никого нового не породил если какая вероятность есть что индивидуум никого нового не породил значит вот это событие того что вымерли она конечно же всегда будет достигаться то есть его вероятность будет положительным но вот вопрос когда она будет равна единицы а когда не будет равна единица то есть когда можно утверждать что мы наверняка когда-нибудь все умрем в каких случаях можно сказать что может такого не случится вот смотрите понятно что нужно сказать про распределение вот этих случайных величин одинаковые независимо распределены и это одинаково распределены распределение есть характеристики какие-то хорошие вот какая первая первая приходящая в голову хорошая характеристика распределения случайной величины вот бывают средние среднем там скажем каждый порождает миллион потомков кто хочет сказать что мы наверное не умрем на а если а если и каждый в среднем порождает половину потомка но это значит что что на двух человек на двух человек есть один ребенок то хочет сказать что наверное так сказать популяция потихонечку выберет предложение что от ожидания меньше одного вот так вы предлагаете а вот здесь когда мы вас быть и не вымрем видимо больше вот это звучит разумно да это звучит разумно подождите а если у нас например будет такое ограничение что если мало людей порождается много а с некоторого момента строго 0 тогда это другая задача другая задача потому что у нас же вот эти одинаково распределены почему это та же самая задача например есть какое-то ограниченное количество еды если там мало не валерий вы вы как бы вводить какие-то дополнительные условия задачи которые ее усложняют это тоже совершенно правомерные это разумное развитие и таких таких работ которые рассматривают наверняка наверняка довольно много но но это это более сложная задача потому что мы просматриваем базовую простейшую задачу что что в каждом поколении каждый человек на других не смотрит и распределение того сколько он родит ничего не зависит то есть даже от джей не зависит то есть даже от джей не нет ничего не зависит одинаково распределённые мы рассматриваем простейшую модель поэтому я говорю что здесь очень очень много всякого развития где рассматривать такие более более содержательные модели для каких-то ограничений накладывать вот как предлагает но 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 вы увидите что и вообще-то вот вот здесь вот это красиво и непрередливо только пока все таки вот это условие она не полная потому что вопрос а что происходит если матраждание равно единицы если в среднем как дорожает рожает одного наверно тогда нужно посмотреть нет вот окажется что мы все равно вымрем окажется вот это вот кажется совершенно не интуитивная вещь но вот какие то так какие то так но есть одно исключение здесь одно исключение вот кроме вот этого если нужно добавить еще одно кроме случая когда вот эти вот друзья это просто константы если каждый индивидуум рожает сейчас секундочку наверно не константа наверное один нужно писать потому что если вас каждый индивидуум рожает ровно 1 всегда и это случайно лично на самом деле не случайно и то тогда тогда понятно что вы никогда не умрете да просто вас размер популяции будет постоянным но оказывается что если это случайно величина не константа то есть какой-то вероятности она может быть 0 с какой-то вероятностью какой-то вероятностью больше единицы если если а случайно нематажно не константа но при этом у ним отождают расскажу равно единицы то тогда это означает что что если они костр abuse значит значит она должна принимать значение соответственно дин鮮 больше единицы и меньше единицы чтобы среднее было было равно единице с какой-то гараж он будет будет и вот это вот обеспечить умирание другие константы нам годятся на потому что если например равно двойки то десна тогда мы просто по двух человек ну и все его тогда не больше единицы и когда когда-то не умрем спасибо свидание